В Невельске новости продолжает поступать сводка от Роспотребнадзора по жителям Невельского городского округа под число заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями. За предыдущую неделю с 10 по 17 апреля зарегистрировано 17 случаев ОРВИ, из них 11 у детей. Также выявлен один случай заболевания вне больничной пневмонии. По состоянию на 21 апреля 27 парикмахерских получили предписание Роспотребнадзора на получение разрешения на осуществление деятельности. Разрешение на работу могут получить только предприниматели. Требования очень строгие, которые порой выполнить очень сложно. Каждому клиенту нужно обязательно замерить температуру тела бесконтактным термометром. Там, где его нет, при записи на стрижку по телефону клиентам предлагают приходить в парикмахерскую со своим термометром. После каждой процедуры стрижки должна проходить полная дезинфекция и проветривание помещения. А на это может уходить до 30 минут времени. Также существуют нормы на площадь зала для стрижки. От этого зависит, сколько человек можно обслуживать. Как эти меры повлияют на стоимость услуг парикмахерских, пока неизвестно. Тем временем, люди, прибывающие в Сахалинскую область, получают предписание санитарных служб находиться 14 дней на самоизоляции. Этих людей ежедневно проверяют сотрудники полиции, заходя в квартиру. А также медицинские работники следят за их самочувствием и собирают все необходимые анализы для тестирования на коронавирус. Ни один тест жителей района, находящихся на самоизоляции, не подтвердился. А значит, нет оснований для госпитализации в Долинскую ЦРБ, где на сегодняшний день организовано лечение людей, заразившихся коронавирусной инфекцией. Служба информации, Невельских новостей.